МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «День города» и я ее ведущая Олеся Котровская. Главная тема сегодня – памяти героя России. В Рязани открыли бюст Роману Соколову. Сезон давушников – как защититься от непрошенных гостей. Концепция новогодних мероприятий – что смогут увидеть рязанцы в праздники. Сегодня в День героев Отечества о храбрости и силе духа говорили у входа в городскую дубовую рощу по улице Шереметьевской. Здесь, на пересечении нескольких улиц, возвели памятник герою России Роману Соколову. Выпускник Рязанского десантного училища гвардии капитан пал смертью храбрых в ночь на 1 марта 2000 года в составе 6-й роты 104-го парашютно-десантного батальона на высоте 776 в районе чеченского села Урускерт. В Рязани его именем названа школа номер 8, а теперь еще и появилась улица Соколова. Максим Васильев пообщался с родителями героя. Мужественное лицо, едва заметная улыбка в уголках губ, решительный командирский взгляд. Таким его хотели видеть родные и знакомые гвардии капитана воздушно-десантных войск, таким и его запечатлел и скульптор. Сегодня имя Романа Соколова звучит наравне с другими героями новейшей истории России. С импровизированной трибуны в этот день о нем говорили только в превосходных тонах. Роман Соколов, гвардии капитана, не растерялся. Он повел с собой людей. Ребята, которые там на высоте, то, что они сделали, они отстояли не просто честь своего родного города, своего военного долга, а честь всей России. И мы каждый раз будем это вспоминать и, самое главное, говорить нашему молодому поколению. Этот бой на высоте 776 в Шатойском районе Чечни до сих пор обозначен как самый кровопролитный из-за всю историю второй чеченской кампании. Почти в 25 раз превышающая десантников численно банда Хаттаба и Басаева получила отпор от 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка. В результате жестокого боя было уничтожено около 700 террористов. Но и десантники понесли потери. Из 90 человек выжили всего шестеро. Они и рассказали о подвиге Романа Соколова. Гвардии капитан пока был в сознании руководил остатками роты. Возле него потом насчитали 15 убитых боевиков. Отец солдата таким геройством своего сына удивлен не был. Человек слово, человек дело. Разговаривал с ребятами, с кем он был. Они все время говорили, да. Командир варь жесткий. Ну, в смысле, по службе. А так, говорят, мы с ним идем в любую боеразведку смело. Мы знаем, что он нас не боролся. В честь Романа Соколова звучат воинские почести. Впрочем, чтят его сегодня не только военные. Инициативные жители постарались. Имя героя носит турнир по греко-римской борьбе, школа номер 8, а с нынешнего года и вот эта улица, которой еще предстоит разрастись. Спустя 20 лет мама Романа Соколова говорит о ценности памяти о нем для будущих поколений. За сына гордость у нас. Почему? Потому что все-таки он не нарушил присяги, которые он давал своей родине и с честью выполнил долг. А еще я хочу сказать, что вот у нас по всей стране установили 84 таких бюста. И около каждого этого бюста проходят различные мероприятия. Там школьники, даже из детских садиков старшие группы. И вот эти мероприятия, они очень много значат для нашей молодежи. В ореоле яркого солнечного сияния бюст героя России сегодня смотрелся особенно символично. Десантник, ушедший в небо. Такое же впечатление, впрочем, городские власти хотят оставить и ночью. Именно поэтому очень скоро постаменты светят прожекторами. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. Во вторник, 8 декабря, Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полицейских. Об этом сообщают на сайте РИА Новости. Законопроект предлагает разрешить право охранителям вскрывать автомобили для спасения жизни, задержание преступников, обеспечение безопасности при массовых беспорядках, ЧАЭС угрозе теракта и т.д. Также проект закона предполагает наделение стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строения и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД. В оцеплении полицейские смогут осматривать людей, автомобили и грузы. При отказе от осмотра человека не пропустят на территорию или не выпустят из оцепления. Кроме того, стрелять полицейскому разрешат не только в случае, если нарушитель попытается прикоснуться к его огнестрельному оружию, но и если тот попытается совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения. Совсем скоро Новый год, время не только праздников, подарков и отдыха, но еще и самое активное время для домушников. К сожалению, квартирные кражи происходят не только в фильмах, которые обычно показывают на Рождество, но и в реальности. И нередко владельцы квартир сами привлекают преступников с вами публикациями в соцсетях. Фотографии с ценными вещами, хранящимися в квартире, буквально зазывают домушников. Тщательно изучая соцсети, они нередко так выбирают свою жертву. Поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем выкладывать фотографии с ценными вещами в очередном посте. В период отпусков и новогодних праздников, время максимальной активности домушников, в сотрудничестве охраны призывают владельцев жилья быть бдительными и не распространяться о своем отъезде посторонним лицам. Уезжая на длительный срок, не оставляйте дома особо ценные вещи. Можно приобрести домашний сейф и хранить ценности в нем. Кроме того, попросите родственников периодически навещать вашу квартиру, создавая этим эффект присутствия. По наблюдениям правоохранителей, воры чаще всего выносят из квартиры то, что можно упаковать в непривлекающую вниманию сумку, дорогие украшения и одежду, деньги, мелкую бытовую технику. Поэтому все это на время дальней поездки лучше надежно спрятать или передать на хранение родственникам или друзьям. Надежным способом защиты собственницы из непрошенных гостей является установка сигнализации с выводом на пунктализованной охраны. Срабатывание сигнализации позволит не только предотвратить кражу, но и задержать преступника с поличным. Вызвать помощь поможет и тревожная кнопка, с которой может справиться даже ребенок. При поступлении сигнала тревог в сохранении объекта, группа задержания прибывает на объекты, возможно, короткие сроки. За уходящий год сотрудники Росгвардии пресекли уже более 200 правонарушений в отношении охраняемого имущества. Но сезон активности квартирных воров впереди. Сегодня в Рязанской области под защитой вневедомственной охраны находится свыше 5,5 тысяч объектов. И все же забота о сохранности своего имущества по-прежнему лежит на самих хозяевах квартир. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Останутся ли рязанцы без Нового года и где будут работать елки? На эти и другие вопросы ответили на пресс-конференции по концепции новогодних мероприятий. Подробности в сюжете Валерия Седова. Тема Нового года в Рязани выбрана. Это почта. Основную роль при определении концепции сыграла пандемия. Люди преимущественно общались онлайн, всегда удаленно. И символ Нового года у Рязани появился, исходя из этого – почтальон. В прошлом году началась, стартовала наша акция на улице Почтовой. Собирали письма, относили к дедушке в резиденцию. Я и сейчас, только что из резиденции Деда Мороза, отнес ему очередную партию писем. Можно поздравить и всех рязанцев. Сделать это получится в двух студиях – МКЦ и в резиденции Деда Мороза. И поздравление увидят все рязанцы на одном из четырех установленных в городе экранов. На Почтовой, у Зеленого театра и в резиденции Деда Мороза. Четвертый установят на площади Победы. А ближе к празднику это место сильно изменится. Будем удивлять световыми проекциями. Световые проекции хорошо себя зарекомендовали в течение года. Это три здания, которые мы выбрали. И в течение семи дней будут новогодние проекции на зданиях. Показывать, сделать такое хорошее настроение. Также по экранам будут транслировать концерты. А при Зане проедут почтобусы. В них сказочные персонажи и духовой оркестр. Места остановок не называются, чтобы оставить эффект спонтанности. Огромное количество добрых людей, волонтеров, которые сейчас работают в областной клинической больнице. И не только. Всех тех добрых, светлых людей, которые есть в нашем городе. Мы очень хотели вот эту идею тоже подчеркнуть. Добро, свет, праздник на дом. Праздник, который каждому должен достаться. Поэтому мобильные бредогады будут ездить, приносить праздник на дом возле больниц. Устраивать праздники, чтобы на них могли посмотреть из окон. Новогоднее оформление города завершится к 15 декабря. Валерий Седов, Стамислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Конечный комбайновый завод, где расположено троллейбусное депо времен Советского Союза. Состояние помещения давно требовало ремонта. И вот в этом году ситуация сдвинулась. Диспетчерскую начали приводить в порядок. На конечных остановках проводят свое время отдыха между рейсами кондукторы и водители. Диспетчеры выписывают путевые листы. Отсюда ведется отсчет расписания рязанских троллейбусов. Построенные в середине прошлого века здания диспетчерских, к сожалению, к настоящему времени находятся не в лучшем состоянии. Протечки крыши, проблемы с отоплением, с доступом горячей воды. В этом году специалисты Управления транспорта администрации города Рязани вплотную занялись вопросом. Крыши были не все соответствовали требованиям протекали отопления. Это доступ к горячей воды. Но мы работу не останавливаем в этом направлении. То есть любые денежные средства, предприятия высвободившиеся, сразу же направляются именно на улучшение условий труда сотрудников. На конечной станции комбайновый завод, которая была в плачевном состоянии, уже перекрыли крышу после множества экспертиз, которые признавали работы очень сложными. Однако с задачей справились следующий этап – ремонт помещения внутри. В будущем году планы у РТ еще более масштабные. У нас существует сейчас действующих три территории. Ну и две из них, что касается именно троллейбусных перевозок, где троллейбусы базируются, требуют значительных вложений, потому что во многих цехах также крыша протекает. И вот у нас при наступлении благоприятных погодных условий теперь следующий проект – это сами депо, так называемые троллейбусы. Ремонт помещений, депо и диспетчерских – важная задача решать, которую управление транспорта пытается постепенно, по мере поступления необходимых средств. Однако первые результаты уже радуют как специалистов, так и работников общественного транспорта. Коллекция «Золотые россыпи», «Панно птица счастья» – эти и другие работы. Работы кружевницы Дианы Смирновой представили в Рязанском государственном областном художественном музее имени Пожалостина. На выставке, посвященной 95-летию мастерицы, побывал Максим Яковлев. Они радуют глаз сложностью работы, полнотой и открытостью цвета. Работы созвучны настроению широкого народного праздника. На выставке представлено около 70 произведений ручной работы. Приехав в Рязань, она увлеклась нашим, Михайловским численным кружевом, который, в отличие от Вологодского и большинства других техник кружевоплетения, плетется без заранее намеченного рисунка сколка. А мастерица просто считает нити, выплетая традиционный узор. Среди наиболее ярких экспонатов – панно «Птица счастья», салфетка царская с коллекцией «Золотые россыпи». Главной задачей выставки стало возрождение интереса к почти забытому тогда цветному Михайловскому кружеву, который выполнен без предварительного рисунка. Сама Диана Смирнова за свою многолетнюю творческую работу была удостоена многочисленных премий и званий. Конечно, эта работа многодневная, иногда занимает и несколько-несколько лет. Ну, естественно, это не значит, что эти годы автор работает только над этой вещью, но, тем не менее, в общем, все зависит от сложности, от авторского замысла. Выставка продолжит работу до 15 января 2021 года с 11 до 18 часов. Кроме понедельника по адресу улица Свободы, 57. Максим Яковлев, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин